Сложно поверить, но это не постановочные кадры, а реальная жизнь некоторых людей. Тех, кто однажды попробовал выпить за компанию и больше не смог остановиться. Истории этих людей разные. У кого-то полбутылки пива со временем обернулись несколькими годами ежедневного запоя. Кто-то даже потерял семью из-за зеленого змея, но объединяет их одно. Несчастливый конец из-за невозможности, а точнее нежелания прекратить пить. Среди тех, кто попал в ловушку, алкогольного забытия и наш молодой респондент. Ему 24 года. Употребляет алкоголь на протяжении уже 10 лет. Причину столь ранней и сильной тяги к алкогольным напиткам объясняет сам. Может потому, что детство такое трудное было. Новорос без отца, как бы без матери. Может это что-то дал. Ну, начало не так, чтобы пить там просто. С друзьями пиво там в подъездах. Вот это вот. Почему не хотите, может быть, или не можете перестать? Хочу. Могу. Планируете это перестать? Да, да. Что делаете для этого? Не пью. Ну, как бы эти кодировки, вот это все, что предлагают, это, мне кажется, бесполезно. Пытаюсь как-то сам, но сила воли. Желание юноши отказаться от употребления алкоголя похвально, но насколько оно выполнимо – вопрос, на который дать точный ответ можно только со временем. Отказаться от своего пристрастия, от спиртного этим людям помогают в рамках комплекса дополнительных мероприятий, которые проводят сотрудники милиции совместно с представителями прокуратуры здравоохранения и образования. В настоящее время на территории Брестской области отмечается хоть и незначительная, но тем не менее положительная динамика снижения количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного пиения. Вместе с тем, к сожалению, необходимо констатировать, что по-прежнему проблема пьянства, алкоголизма является наиболее распространенной, скажем так, причиной совершения противоправных действий граждан. В том числе и по преступлениям, относящихся к категории тяжких, а также совершаемых в сфере семейных и бытовых отношений. Если обратиться к цифрам статистики, то можно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного пиения, снизилось на 7%. Вместе с тем, каждое четвертое преступление на территории Брестской области совершено в нетрезвом состоянии. А потому, держать на контроле любителей выпить и способствовать их отказу от злополучной привычки, остается одним из важных направлений в работе специалистов. В рамках профилактики правонарушений должны заниматься не только правоохранительные органы, но и общественность. Вот созданы такие общественные пункты охраны правопорядка, которые оказывают всяческую помощь, прежде всего, конечно, профилактическую помощь, беседы, где-то направить, подсказать людям, которые в той или иной мере совершили правонарушения и которые по закону, конечно, понесли какое-то наказание, но при этом сама суть не в том, чтобы наказать человека, а сама суть, чтобы помочь стать на правильный путь, не совершать в дальнейшем такие правонарушения. Часто административная ответственность в виде штрафа до 15 базовых величин, общественных работ до 60 часов или административного ареста до 15 суток, предусмотренные за распитие алкоголя в местах, не предназначенных для этого, не страшат любителей выпить. Возможно, помощь в виде таких бесед поможет все-таки осознать проблему и предпринять действия для ее решения. Продолжение следует...